Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте сем, которые очертил и десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. Счастье на сей, когда искал я тот родник, Чем и вечер был потом. Все, чего я на земле моей достиг, Счастьем я назвать не мог. Пью из родника я и вечно он пьет, Пью из родника я, он жизнь вдвоем. Радость нахожу я, воду пью живую из источника, Что Бог не шлет. По пустыне жизни больше не блуждать, Я из этого счастья вкуст. Вечная дана мне Богом благодать, Мой Господь и Царь Иисус. Пью из родника я и вечно он пьет, Пью из родника я, он жизнь вдвоем. Радость нахожу я, воду пью живую из источника, Что Бог не шлет. Божество до жизни знаю я теперь, О святом покое ведь. Божество до вечной жизни не страшно, поверь, Если в сердце благость есть. Аллилуйя! Юрий из родника я и вечно он пьет, Юрий из родника я, он жизнь вдвоем. Радость нахожу я, воду пью живую из источника, Что Бог не шлет. Здесь черпаю я запад живых надежд, Радость нахожу я, воду пью живую из источника, Что Бог не шлет. Радость нахожу я, воду пью живую из источника, Что Бог не шлет. Через всю жизнь из гроба в гроб, В тоске, в нужде, в разлуке, Нас всех ведут, ведут вперед невидимые руки. Нас всех ведут, ведут вперед невидимые руки. Они ласкали нас порой, Порою вычевали, Вели с родом неравный бой, Встречали, провожали. Вели с родом неравный бой, Встречали, провожали. Но нам казалось иногда, Что мы потеряли, О, как вы плакали тогда, Каких найти желали. О, как вы плакали тогда, Каких найти желали. И сейчас, когда им всякнет путь, Умокнут речи, звуки, Нас скучно перенесут невидимые руки. Нас скучно перенесут невидимые руки. Нас скучно перенесут невидимые руки. Понятие примет на сердце, Для жизни без разлуки. Нас скучно перенесут невидимые руки. Нас скучно перенесут невидимые руки. И так увидим наконец невидимые руки. Итак, у кого из вас есть Библию, Можете открыть вместе со мной Знакомое для нас место Писания, В котором сокрыто бездна богатства, Премудрости и ведения Божьей, Которое Бог открывает с каждым днем Все полнее, полнее, Доколе не откроет это до полного дня. Матфея, глава 5 стихи 45-48. Да будете сынами Отца вашего Небесного, Ибо Он повелевает солнцу своему Восходить над злыми и добрыми, И посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Итак, проповедь, которую я хочу продолжить, Так и называется «Призванные к совершенству». Мы уже отметили, что эта обетованная заповедь Является наследием святых всех времен поколений, И адресована эта заповедь исключительно И сугубо только ученикам Христовым. А посему люди, не признающие над собою власти человека, Посланного Богом, К наследию этой заповеди Никакого отношения не имеют и не могут иметь. Не признавая власти человека, Посланного Богом, Мы отказываемся быть учениками. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди Мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божия, Пребывающая в нашем сердце? В частности, на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, Принятой нами в разбитых скрижалях заветов, Которых мы законом уберли для закона, Чтобы жить для умершего и воскресшего, Чтобы таким образом получить утверждение своего спасения В новых скрижалях завета, В формате закона духа жизни, Чтобы нам дать Богу основания, Не прежним законом даровать нам Обетование быть наследниками мира, Но праведностью веры, Подобно тому, как он это даровал Авраму и семени его. Ибо незаконом даровано Авраму или семени его обетование быть наследником мира, Но праведностью веры. Римлянам 4.13 До тех пор, пока в наших телах остается закон греха и смерти, Потому что там есть ветхий человек, То обетование мира еще не реализовано. Потому что только тогда обетование мира будет реализовано, Когда наши тела будут освобождены от закона греха и смерти. А посему мы отметили, что праведность веры определяется По послушанию нашей веры, вере Божией, Представленной в благовествуемом слове посланников Бога, Во главе с человеком, который представляет для нас отцовство Бога. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, Которые повинуются порядку Бога В соответствии которого он посылает нам свое слово через уста посланников Бога. Не через нашу голову личную и не через нашу личную Библию. Как только человек, повторяю, называет книгу Библию «моя», Но не имеет на это право. Ты что, ее составил? Ты ее сочинил? Ты ее открыл? Ты ее установил, что ты называешь ее твоей? Конечно, мы можем говорить «Мой Господь». Но тогда мы должны подтвердить, что действительно это Господь наш. Там есть порядок, по которому мы можем жить. И как только этот порядок отвергается, И мы начинаем полагаться на свою собственную голову, То мы хуже всякого нечестивого и беззаконного человека. Таким образом, завет мира в сердце человека – Это результат послушания его веры в вере Божией в словах посланников Бога. Испытывать человека, действительно ли послал его Бог представлять нам свое слово, Следует по полномочиям посланничества в установленном Богом порядке И по имеющимся в нашем сердце помазанию Узнавать голос Бога в устах человека, представляющего для нас Отцовство Бога. 1 Иоанна 2,18-26 Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов? Сразу же, как только Церковь Христова основалась, появилось много Антихристов, То есть противников Христа. То мы и познаем из того, что последнее время они вышли от нас. Оказывается, этими Антихристами не был Синедрион. Синедрион его никогда не принимал. Книжники и фарисеи его никогда не принимали. А здесь говорится, что противники Христа – это те, которые приняли Христа, А затем отвергли Христа. Они говорят, мы не отвергли Христа, но вы отвергли его порядок. Отвергая порядок Христов, вы отвергаете Христа. Если вы не признаете человека, апостолного Богом, которого он послал, Вы отвергаете его. Отвергая его, вы отвергаете Бога. Он прямо сказал, я послал вас. Кто примет вас, меня принимает. А кто принимает меня, принимает пославшего меня Отца. Кто отвергнет вас, отвергает Меня, отвергающий Меня отвергается пославшего Меня Отца. Как видите, сегодня мы имеем мощные союзы и связки, это люди, которые вышли от нас. Я не имею в виду в прямом смысле из нашего общения, а вышли из церкви неправильным путем, бросив ей вызов, насмеявшись над ней, надглумившись над ней, объявив ее юридической и вышли из нее. Вышли особенно не потому, что она юридическая, а потому, что определенные люди, нечестивые появились, которые хотели занять место пасторов. И так как им не удавалось, то они увели за собой людей, разделяя церкви. Поэтому все церкви, которые созданы путем разделения, которое произошло не по учению Иисуса Христа, пришедшего по плоти, это синагоги сатаны. Они наполнены антихристами. Это плевелы, связанные в связке. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли от нас. И через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. То есть вы имеете мудрость и знание. Это я написал вам об обольщающих вас. И так, посредством праведности веры, завет мира, представленный в наследии мира, призван пребывать и являться в сердце человека доказательством, что мы дети Божьи. Вот если этот есть мир, который ничто не может поколебать, при любых потерях, при любой клевете, при любой лжи, которую вас обольют, а у вас остается мир, и вы можете радоваться во время этого, что несете поношение, принимаете поношение, потому что почему вас обвиняют, почему обливают вас ушатым грязи? Потому что это делали и со Христом. И вы должны понимать, что это ваше отличие. Не надо пытаться от этого избавляться. Просто поблагодарите Бога за привилегию, что наконец-то вы удостоились пострадать за Его имя. А посему наследие мира, пребывающее в завете мира, это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божиих, реализация которых является целью дарованной нам праведности. Только посредством праведности веры мы можем реализовать нетленное сокровище, которое Бог приготовил для нашего тела. Нетленное сокровище. Дух-то наш нетленный, поэтому нетленное сокровище нам надо для того, чтобы облечь наши тела в нетление. Таким образом, именно праведность посредством мира Божия, который содержится в завете мира, может и призвано соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Каковы мысли человека, таков и он. Когда вы находитесь во Христе Иисусе, то вы будете пользоваться умом Христовым. Когда вы находитесь вне Его, вы будете пользоваться своим умом в определении, что есть добро и что зло. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, Филиппийцам 4,6,7. Мир Божий, могущий сохранять наши помышления во Христе Иисусе, это помышления, обновленные духом нашего ума, которые являются умом Христовым в нашем духе. Потому что помышления, плотские суть смерти, имеется в виду, когда плотские помышления находятся при управлении. А помышления, духовная жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам 8,6,8. Из имеющейся констатации следует, что люди, отказавшиеся от условий, в которых истинно благовествуемого слова и сила Святого Духа обновляют их мышление духом их ума, к миру Божьему никакого отношения не имеют и не могут иметь. А следовательно, такие люди никакого отношения не могут иметь и к сынам мира, которые посредством мира Божия наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Нам следует твердо усвоить, что только через соработу нашего Духа с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христово в наших телах и облечь наши тела в воскресение Христово. Однако, чтобы рассмотреть праведность веры в реализации наследия мира Божьего и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует обвлекаться в доспехе этого мира, чтобы наши помышления могли отвечать эталону совершенства нашего Небесного Отца. Мы остановились на рассматривании такого вопроса. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно, и сынами Божьими? Потому что только по владычеству мира Божьего в нашем сердце следует испытывать самого себя на предмет того, что мы являемся действительно сынами Божьими. Как написано, блаженные или же благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5, 9. Это место взято из Нагорной проповеди Христа. При этом мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не сможет перейти в качество и формат праведности, в который он получил бы способность облечься в наследие мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плоды мира. В силу чего у таких людей будет восхищен готовящийся для них венец правды, который дает им право на обетование мира, в котором они могли бы быть нареченными сынами Божьими. «Се гряду скоро, и возьмесь где мое со мною», говорит Господь. Итак, держи, что имеешь, кто бы кто не восхитил венца твоего. Нам следует помнить, что обетование мира Божьего обретает свои полномочия и свою легитимность в нашем сердце только через праведность нашей веры в завете мира, который налагает ответственность на обе стороны завета, в котором каждая из сторон завета ответственна за исполнение исключительно своей роли, установленной Богом в предписаниях имеющегося завета мира. И если одна из сторон нарушает договоренности, означенные в завете мира между Богом и человеком, а таковым нарушителем может быть только сторона человека, то вторая сторона в лице Бога освобождается от ответственности выполнять договоренности имеющегося завета мира. А посему плод праведности, обусловленный в нашем сердце миром Божиим, это доказательство, что мы являемся сынами мира. Что служит для Бога основанием выполнить свою часть в завете мира, которая состоит в том, чтобы ввести нас в наследие своего сына, дабы мы могли разделить с ним исполнение всего написанного о нем в законе, в пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое мы получили по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество и формат праведности. Именно в этой праведности мы обрели способность приносить плоды мира в отношениях с Богом и со всеми окружающими. Как написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12,14. То есть, никогда заключения мира с каким-либо человеком или мирные отношения не могут быть вне святости или же независимы от святости. Они в одном пакете преподаются. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, потому что без святости никто не увидит Господа. А посему речь идет о таком уникальном и неземном мире, который призван твориться Богом только в границах святости или же быть выражением и явлением этой святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога, которые содержат в себе правду Бога. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, римлянам, 12,18. Этот стих говорит о том, что не со всеми людьми возможно иметь мир, а посему мир, который мы дерзнем, по произволу своего ума являть вне границ святости и не как выражение святости, будет инкриминирован нам как тяжкая форма беззакония, за которой нам придется заплатить ценою вечной жизни. Потому что наше общение с людьми, которых Писание относит к худому сообществу, развратит наши добрые нравы и трансформирует нас в их беззаконный или же нечестивый образ. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к студу вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. 1 Коринфянам 15,33-34. Те люди, которые стоят на позиции толерантности, что мы всех должны любить, Писание говорит, что они не знают Бога, они не имеют мира в сердце Божьего, они обольщены, и они маршируют в преисподнюю. А посему невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными людьми, которые поддерживают нечестивых, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди, то есть стали противниками Христа, вышли от нас. Так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними, свидетельствуют о потере в их сердцах мира и относят их к категории нечестивых. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Исаия 57, 20, 21, и это не единственное место. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по которым нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими. И остановились на рассматривании седьмого признака. Это по способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога. Колоссянам 3, 14, 15. Более же всего облекитесь в любовь. Имеется в виду в нового человека. Здесь новый человек представлен любовью, любовью, божественной любовью, которой есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир, Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Колоссянам 3, 14, 15. Следует отметить, что в Писании есть разные назначения и образы совершенства в Боге. Вот когда говорится о совершенстве, что если человек имеет вот такую избирательную любовь, облечен в нее, то он совершен. Когда говорится, что если человек может светить своим солнцем, как Небесный Отец, на праведных и неправедных, и изливать свои дожди на праведных и неправедных, так, как это делает Небесный Отец, изливая свои дожди на праведных, он благословляет их этими дождями, а изливая на неправедных, он делает наводнения, топит их, уничтожая их. Он огнем своим, солнечным, может зажигать целые леса. Вот посмотрите, целый парадайз выжжен. И это, то есть, змеиное гнездо толерантности было выжжено. Еще такого в Америке не было. Я понимаю, что люди не могут понять, что же это такое случилось. Да такого не было, чтобы целый город сгорел. И трупы находят, и находят, и находят. И теперь уже им не о толерантности надо говорить, а о чем-то другом. Если вы помните, Бог именно толерантных людей пожег огнем в Содоме и Гаморе. Так и здесь. И скоро весь мир будет наследником этого огня. Итак, исходя из данного изречения, Владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии, если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обличены в избирательную любовь Бога. Сама по себе избирательная любовь Бога – это непостижимая для нашего ума благость Бога или добродетель Бога, присущая Богу. Некто скажет, но ведь в Писании нету слова «избирательная любовь». Есть почему нету, когда говорится «святая любовь». Избирательная – это значит «святая». Ведь святость что делает? Она отделяет свет от тьмы. Она отделяет чистая от нечистого. А вы говорите, что нет. Мы просто переводим слово «святой» – «избирательный». Он выбирает, избирает. А посему в избирательной любви Бога, которая является благостью Бога, сокрытые, благие, прекрасные, вечные и непостижимые для нашего разумения цели и дела Бога, призванные выстраивать уникальные мирные отношения Бога исключительно только со своими детьми. Но не всех, которые приняли спасение, Писание называет детьми Божьими. Как в свое время не всех израильтян и не всех иудеев Христос называл израильтянами. Он сказал «Ваш отец – дьявол». Точно так и сейчас. Несмотря на то, что люди приняли Христа, заключили с Ним завет в крещении водою, приняли крещение Святым Духом, говорят на иных языках, но если они становятся на позиции избирательной любви, что нужно любить всех и не видят, что Бог любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его, то здесь уже говорится о том, что эти люди стали противниками Христа. Они стали детьми дьявола. Они сами себя сделали ими. Постижение избирательной любви Бога призвано исполнить нас всею полнотою мира Божия или же соделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, дабы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразумеет превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божией. Ефесянам 3, 16-19. Здесь говорится вот о такой любви или о таком совершенстве. А есть совершенство, которым написано, дабы они не без нас достигли совершенства. Многие умершие в вере, то есть они умерли в вере и не достигли совершенства. Здесь имеется не о том, что они не были обличены в любовь Божию, а о том, что их тела не были освобождены от закона греха и смерти. Но они верою приняли это освобождение и умерли с этой верой. Если бы они получили тогда это совершенство, тогда мы сегодня не могли бы его получить, потому что Богу было нужно тогда же немедленно приготовить их к восхищению и забрать. Поэтому здесь говорится о другом виде совершенства, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть избавление нашего тела от закона греха и смерти. Это тоже называется совершенством, но только совершенно другим родом, где искупление Божие приходит к своему совершенству, к своей заключительной фазе. Итак, чтобы прийти к более практической конкретике и в отношении избирательной любви Бога, мы решили рассмотреть характер и свойства избирательной любви Бога в семи неземных достоинствах, представленных Духом Святым, в Писании через благовествуемое слово апостолов и пророков. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Это записано 2 Петра 1, 2, 8. Мы отметили, что каждая из семи достоинств плода добродетели содержит в себе характеристики всех других добродетелей, так как они, растворенные друг в друге, проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Во-вторых, данные достоинства призваны являться нравственными совершенствами и эталонами в нашем сердце, присущими естеству нашего Небесного Отца. В-третьих, данные достоинства являются великими и драгоценными обетованиями в нашем сердце, дарованными нам через Христа Иисуса и во Христе Иисусе. В-четвертых, данные достоинства являются нетленным сокровищем и богатством, которым мы призваны обогатиться во Христе Иисусе. В-пятых, войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие силы Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни. В-шестых, средства, которые мы призваны задействовать для принятия силы Святого Духа или же принять его в сердце как Господа и Господина нашей жизни, это послушание нашей веры, вере Божией. В-седьмых, через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества, мы по своей природе становимся идентичными природе нашего Небесного Отца. Ибо избирательная любовь Бога, выраженная в семи неземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой человеческой любви, исполненной эгоизма, користи и непостоянства. В силу этого именно избирательная любовь Бога в формате семи неземных достоинств призвана воцарить воскресение Христово в наших телах и облечь наши тела воскресения Христово в лице нашего нового человека в измерении времени. Достоинства избирательной любви Бога не идут ни в какое сравнение с толерантной любовью человека. Ибо достоинства избирательной любви Бога – это извечно сущностные достоинства и свойства нашего Небесного Отца и Его все испепеляющей святости и всего того, что исходит от Бога. Потому что Бог есть святая любовь, отделенная от всего того, что человек называет любовью. И такая непостижимая для нашего разума трансцендентная любовь Бога определяется описанием как совокупность всех совершенств. Что указывает на тот фактор, что избирательная любовь Бога поставлена Богом во главу всех имеющихся у Него совершенств, обусловленных Его благостью, Его добродетелью. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть, совокупность совершенства. Совокупность совершенств, в отличие от толерантной любви Божией по отношению к всеми достоинствам добродетели, безусловно. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, безусловность избирательной любви Бога в семи достоинствах добродетели отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением, Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, корыстных и эгоистических целях человека. Поэтому, если любовь Божия безусловная, то она только безусловная к тем людям, которые обладают вот этими семью добродетелями. В то время как толерантную любовь человека к человеку весьма удобно использовать в корыстных и эгоистических целях, вот как на страницах Писания определяется крепость любви Божьей. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твое». «Ибо крепка, как смерть, любовь». Речь идет о любви Божьей. То есть положите ее, то есть здесь говорится об обличении, а здесь говорится «положи ее, как печать на сердце». «Люта, как преисподняя ревность этой любви. Стрелы ее, стрелы огненные. Она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Песни-песни 8, 6, 7. Мы отметили, что степень силы любви Божьей определяется, познается по степени силы ненависти Божьей ко злу и злодеям, творящим зло. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Бог любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. Потому что только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы сможем выразить реакцию Бога на добро и на зло. Можем быть солнцем, которое светит на праведных и неправедных, и дождем, который изливается на праведных и неправедных. Ибо избирательна любовь Бога по своей неизменной природе в формате семи сверхъестественных достоинств призвана привести нас в полноту возраста Христова или же в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. Учитывая при этом, что эти семь достоинств добродетели не имеют аналога в земном измерении человеческого лексикона. То есть мы не можем найти их определение ни в каких словарях мира. Любовь Божия является основанием, стержнем и атмосферой нравственного и незыблемого закона, который раскрывает в нашем сердце сущность Бога и сущность Его Неземного Царства. И это не все. Любовь Божия Агапи – это суверенная любовь, которая является, безусловно, только по отношению к тем человекам, которых она избирает волей из явлений, своего предузнания и предопределения. Благодаря своей суверенности избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает. И никогда не позволяет нарушать суверенные права своих собственных границ, обусловленных палящей святостью. В определенном формате мы уже рассмотрели проявление избирательной любви Бога в достоинствах добродетели, рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на рассматривании достоинства любви Божией в тайне ее величественного благочестия. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением. Удаляйся от таких». 1 Тимофея 6, 3, 5. То есть только потому, что человек хочет спорить с вами, а я так не понимаю, а докажи, Писание говорит «уже удаляйся от таких». Не еди на такие диспуты. Исходя из смысла имеющейся констатации, следует, что учение благочестия в избирательной любви Бога и страсть к словопрениям, они просто противопоказаны, но и несовместимы по своей исконной природе. Далее, в Писании дисциплина благочестия в избирательной любви Бога представлена как основа евангельского вероучения, сопряженного с великой тайной Бога. «И беспрекословно великое благочестие тайна». В чем же она выражается, это великое благочестие тайна? «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». 1 Тимофея 3, 16. «И все это сделал Бог через свое тело, через церковь Иисуса Христа». Таким образом, именно по проявлению признаков плода благочестия призвано идентифицироваться подлинно с любви Божией, агапе, как в сердце человека, так в его мыслях, в его словах, в его поступках и в манере его одеяния, которые не должны вызывать низких инстинктов противоположного пола. В Писании смысл, заключенный в достоинство благочестия, описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, которые связаны между собой с союзом или с заветом мира. А, следовательно, суть избирательной любви Бога в благочестии определяется и выражается во взаимных обязанностях между Богом и человеком, предписанных и увековеченных во взаимном завете мира с Богом. В связи с этим фактором нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Какими характеристиками Писание наделяет благочестие как Бога, так и человека? Какое назначение призвано выполнять благочестие в отношениях Бога с человеком? Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать своим благочестием с благочестием Бога? И по каким признакам следует определять, что наше благочестие действительно соработает с благочестием Бога? В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и меры нашей веры, мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании третьего вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать своим благочестием с благочестием Бога? Или же какие условия необходимо выполнять, чтобы обратить на себя благоволение Бога в достоинстве Его благости, то есть благочестия? И прежде чем продолжить исследование имеющегося достоинства тайны благочестия, мы сделали ударение на том, что существует коренное отличие благости Бога в Его благоволении к человеку от благочестия человека, которое он призван показывать в своем благоволении к Богу, то есть в своей любви к Богу. Так, например, благочестие человека в Писании представлено как благорасположение к Богу. Это благоволение человека к Богу и его благодарность к Богу. Это способность презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосверненным от мира. Это способность подражать Христу и мыслить о горнем. Это способность искать Бога в Его благой, угодной и совершенной воле. Это называется благочестием человека. А благочестие Бога – это Его благость, то есть Его добро в высшем смысле этого слова, Его благо, Его благоволение и Его благорасположение к человеку, которого Он избрал из многих спасенных. Его благословность и умилостивление именно к избранному Богом остатку. Не ко всем вообще людям, а только к своим детям, к избранным. Это Его благодарность, Его благодать по отношению к этим человекам, потому что они показали Ему свою благодарность и свою благодать. Это Его доброе дело, Его благое даяние в искуплении, которое Он явил избранному Богом остатку. Это Его добро в Его абсолютном смысле слова, то есть Его благость. А посему благость Бога в Его благоволении к человеку – это непостижимое и недоступное для разума человека добро Бога, обусловленное Его волей, благой, угодной и совершенной, которая была сформирована в недрах Небесного Отца и возведена им в закон, в достоинстве Его заповеди, которую Бог возвеличил превыше всякого Своего имени и поставил себя в зависимость от Своего слова в Своей заповеди. Таким образом, благость Бога в достоинстве Его заповеди возведена была Богом в закон, в первую очередь для самого себя, для Своего Сына и для Святого Духа и для избранного Богом остатка, который Он в Своем всеведении предузнал и предопределил, чтобы они были подобными образу Сына Его, чтобы Он был первородным между многими братьями, то есть между многими детьми Божьими. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Римлянам 8, 29. Вот именно тех, кого Он предузнал и тем, которым Он предопределил быть подобным образу Сына Своего, Его любовь безусловная. Вот только вот к этой категории людей. А так сама по себе она избирательная. Вначале он их избирает, а потом уже являет вот эту безусловность своей любви. Как Старый, так и Новый Завет определяют достоинство любви Божией в дисциплине благочестия, как одну из самых величайших тайн самого Бога, который защищает и делает любовь Божию невозможной для подделок и фальсификаций. И несмотря на такие характеристики, призванные обуславливать характер благочестия, тем не менее существует подлог благочестия, который будет противостоять истинному проявлению благочестия. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 2 Тимофея 3, 5. Опять мы встречаемся со святой Божьей любовью избирательной. Не вмещай таких, не сходи к таким, не прощай таких, потому что их уже невозможно прощать. Они уже не имеют даже права на покаяние, они утратили его. Если человек имеет вид благочестия, а силы его отрекся, то уже с таким человеком невозможно общаться, от него надо удаляться. Истинное благочестие в человеке прекрасно отличает подлог благочестия в человеках и с презрением разрывает с ними отношения и удаляется от них, так как благоговеет и трепещет перед всяким постановлением Бога и обладает дисциплиной, способной в точности исполнять эти постановления. Если мы не разорвем отношения с людьми, имеющими вид благочестия, и не будем от них удаляться, то они развратят наше благочестие, состоящее в наших добрых нравах, в силу чего мы вместе с ними унаследуем уготованную им погибель. Итак, продолжение вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнять, чтобы сработать своим благочестием с благостью Бога или обращать на себя благоволение Бога? Это необходимо. Удерживать язык свой от зла и уста свои от коварных слов, а также уклоняться от зла и делать добро, искать мира и следовать за ним. Псалом 33, 13, 15. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие? Под словом «долгоденствие» имеется в виду вечность, чтобы видеть благо. То есть мы же хотим облечься в благоволение Божие, вот чтобы видеть это благо. То удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. В оригинале «преследуй этот мир, гонись за ним». Фраза «видеть благо» – это взирать на благо, которое является славой Бога, чтобы обращать на себя благоволение Бога, или же чтобы облекаться в благоволение Бога, исходящее от Его славы. Потому что мы созданы Богом с такой удивительной способностью, что все то, на что мы взираем, и взираем с вожделением, трансформирует нас в образ предмета, на который мы взираем. То есть, хочешь ли видеть благо? Если мы будем смотреть на благо, мы трансформируемся в это благоволение. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, а благо Господа это и есть Его слава, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». 2 Коринфянам 3, 18. «А посему в разбираемом нами изречении желание блага или добра – это желание жить вечно в Боге, с Богом и Богом, и условием, которое могло бы дать нам возможность видеть благо, и чтобы трансформировать нас в это благо, и таким образом облечь нас в благоволение славы Божией, это, во-первых, удерживать язык свой от зла и устатства и от коварных слов, во-вторых, уклоняться от всякого рода зла, чтобы получить возможность сделать добро, обусловленное волей Бога, и, в-третьих, искать мира, который содержится в завете мира, и следовать за этим миром. Учитывая, что мир, который мы призваны искать, и за которым мы призваны следовать или преследовать этот мир, может находиться и пребывать только в границах святости, быть выражением этой святости, обусловленной заповедями Бога. Именно выполнение этих трех условий призваны давать Богу основания обращать на нас славу Бога в Его благости, или же облекать нас в славу лучей своего благоволения. Итак, первая составляющая призвана и обращать на нас благоволение Бога в данном предписании апостола Павла – это удерживать язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Учитывая, что человек оправдывается и осуждается от слов, исходящих из его уст, это предостережение и это условие становится решающим и судьбоносным в плане нашего спасения. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» – Матфея 12, 36-37. Именно поэтому, когда вы читаете в Откровении, у Великого Белого Престола стоит изумительная тишина. Никто не оправдывается. Почему? Потому что они сами себя своими словами осудили на вечные мучения. Там они вдруг осознали этот закон, что не Бог это сделал, Бог только закон дал по сево и жатве, а они сами своими словами осудили себя. И мы были свидетелями, когда люди, которые плакали, радовались в течение 20 лет, а потом говорят, а я никогда не был членом этой церкви. Вы представляете, они отряхлись, они даже забыли об этом, что когда-то они были. У них из памяти это сразу сквозняком унесло все. Я напомню, что праздные слова – это слова, произносимые в формате лозунгов, которых нет в сердце, смысл и назначение, которых мы не познали, потому что отказались платить соответствующую цену за познание сути, содержащейся в данных словах. В силу чего слова, за которые не заплачена цена, цена потери своей жизни в смерти Господа Иисуса, не могут являться верой нашего сердца, и вместо того, чтобы обратить на нас благоволение Бога, вызовут его ярость и гнев. Праздные слова – это когда в силу нашего невежества имя Господа обращается нами в слова-паразиты, которыми мы заполняем нашу речь из-за недостатка слов, потому что отказались познавать содержание истины в именах и титулах Бога на его условиях. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Исход 27. Мы должны быть осведомлены в том, что праздные слова, которые мы рассматриваем как добрые, вопреки Писанию, – это программа, исходящая от ветхого человека. В то время как добрые слова, являющиеся верой нашего сердца, – это программа, исходящая от нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. Братья мои, пишет апостол Иаков, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. То есть оригинал имеется немногие, не все делайтесь учителями, а только те, которых Бог призвал быть учителями, помазал быть учителями. А посему не делайтесь ими, ибо вы подвергнетесь большему осуждению, ибо все мы, здесь он не имеет в виду, а он имеет те, которые делаются учителями, все мы, которые делаемся учителями, он говорит, от имени этих людей, которые делаются ими, много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Но у этих людей нет удил, чтобы вложить своему коню удила в рот. Вот и корабли, как невеликие они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но многое делает. Посмотри, как небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь прекрасно неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что скверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. То есть воспаляется язык от гиены, от ветхого человека, который является образом этой гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается. И укращено естеством человека. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Иакова 3, 1, 8. То есть это не значит, что невозможно его укротить. Написано, что из людей его никто не может укротить. Его может укротить только Бог. Когда мы в смерти Господа Иисуса Христа представляем свой язык вместе со всем своим естеством, и тогда погружаемся в смерть Господа Иисуса, и там в смерти Господа Иисуса ветхый человек умирает. То есть он не умирает в буквальном смысле слова, а мы умираем для него, а он остается в бездне. А мы в воскресенье Христа восстаем вновь. И теперь уже наш язык не будет воспаляться от этой гиены, а он будет возбуждаться от действия Святого Духа. И он будет возбуждаться от нашего Духа и будет говорить слова Божие, откровения Божие. А посему фраза «Братья мои, немного делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело, говорит о том, что люди, которые сами себя сделали учителями, не будучи поставленными Богом, укротить свой язык не смогут». Вторая составляющая, призванная обратить на нас благоволение Бога, это уклоняться от зла, чтобы получить возможность сделать добро, обусловленное волей Бога. Видите, чтобы уклоняться от зла и таким образом получать возможность сделать добро, обусловленное волей Бога, необходимо разуметь, как отличать добро от зла или же как не увлекаться всяким ветром учения, носителями которого являются люди, обладающие хитрым искусством обольщения. И если людям кажется, что отличать добро от зла очень легко и просто, люди глубоко заблуждаются. Чтобы отличать добро от зла, надо заплатить цену потери всей своей жизни, а иначе мы не сможем отличать добро от зла. И поэтому те, кто так полагает, это люди просто не знают Бога. Поэтому они так и говорят. Необходимо заплатить цену за право питаться молоком и медом производителями и продавцами, которых являются люди, поставленные над нами Богом, чтобы наставлять нас на путь истины. Только тогда мы сможем разуметь, что добро и что зло. И так сам Господь даст вам знамение. Все девы в очреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Исаи 7, 14, 15. То есть даже для сына Божия во плоти необходимо было подчинить себя Божьему порядку, чтобы его учили. Он будет питаться молоком и медом. То есть это говорит о том, что кто-то должен был давать ему это молоко и этот мед, сверхъестественное происхождение. И только таким образом он сможет в свое время разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Третья составляющая, призванная обратить на нас благоволение Бога, это искать мира Божия, который содержится в завете мира и следовать за этим миром, или же гнаться за этим миром, искать этого мира. При этом, как я уже упоминал, что мир Божий может твориться только в границах святости, очерченной заповедями Бога, или же быть выражением этой святости. Старайтесь иметь мир и со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа. И если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Я вновь повторяю это местописание, потому что нам важно хорошо, это понять, потому что многие, а быть может не многие из нас, все еще нарушают это постановление, противятся ему и находят какие-то местописания для того, чтобы оправдать свое общение с людьми, которые нас оставили. А посему, исходя из пределов святости, искать мира Божьего, исследовать за ним можно только, следуя путем заповедей и уставов, которые предписывают с кем и на каких основаниях мы можем иметь мир, а с кем следует разрывать отношения мира. Не обманывайтесь, худые сообщества, развращают добрые нравы, отрезвитесь как должно, и не грешите, ибо к студу вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Худые сообщества – это люди, не признающие чина и порядка тела Христова в отношениях друг с другом, так как этот порядок является атмосферой Царства Небесного, призванного пребывать в человеках, имеющих органическое причастие к телу Христову, которыми является конкретное собрание святых, не отделяющее себя от единства веры, не признающие чина. Вы знаете, в демократических структурах чин не признается. Они избрали этого человека пастором, и они же будут его пасти. Они не могут признавать его чин над собой выше. Почему? Потому что они его избрали, они выше его. Они его избирают, они его поставляют. Обычно тот, кто избирает и кто поставляет, он выше того, кого он поставляет. Если Самуил избирал Саула или же Давида, Самуил был выше Саула и выше Давида. Но в демократических структурах пастор не является выше Синедриона, то есть выше братского совета. Братский совет выше. И он вынужден зависеть от этого братского совета. Не братский совет зависит от него, а он. Не он пасет братский совет, а братский совет пасет его. Не он учит братский совет, а братский совет его учит. Поэтому это очень опасно. Следующее условие, чтобы обратить на себя благость Бога в избирательной любви Бога, это необходимость возложить свое упование на Господа Бога, чтобы возвещать все дела Его. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. Псалом 72, 28. Мы ищем, как обречься благоволение Божие. Из имеющейся констатации, давайте посмотрим на вопрос, что это за дела, которые призваны стать в нашем сердце признаками нашего упования на Бога, чтобы обратить на себя благость Бога в Его благоволение. Если человек не возложит свое упование на Бога, то, приближаясь к Богу, он не сможет испытать в присутствии Бога его благость, а следовательно, он не сможет возвещать дела Бога, определяющие его благость. Потому что Бог обращает свою благость только на тех человеков, которые возлагают на Него свое упование, в результате чего они при приближении к Богу испытывают на себе Его благоволение, которое дает им юридическое основание возвещать Его дела. А посему, чтобы уповать на Бога, необходимо иметь в своем сердце твердую надежду, выраженную во всех делах Бога, совершенных им в древних днях, в которых Бог явил для нас силу своего искупления. Потому что именно искупление, совершенное Богом в древних днях, призвано стать для нас тем непоколебимым основанием надежды, на которой будет зиждеться наше упование на Бога. «Силу дел своих явил Он народу своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его истинный суд. Все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу своему, заповедал на веки завет свой, свято и страшно имя Его». Псалом 110, 6, 9. «Исходя из этого и других мест Писания, дела Бога, явленные им для искупления своего народа от греха и смерти, состоят в том, чтобы дать нам наследие язычников. Под наследием язычников подразумевается наше земное тело, освобожденное от ветхого человека с делами Его, которыми являются язычники, представляющие худые мысли. Наличие худых мыслей в человеке определяет состояние злого сердца в человеке, в то время как наличие добрых мыслей определяет состояние доброго сердца в человеке, «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека». Именно худые мысли являются источником худых слов и худых поступков. И именно по роду мыслей человека определяется состояние человеческого сердца и принадлежность человека либо к роду Божьему, либо к роду детей дьявола. Каковы мысли в душе человека таков и он. Притча 23.7. Худые мысли познаются по праздным словам, когда человек исповедует завет Бога, которого нет в его сердце. Добрые мысли познаются по словам, исходящим из веры сердца. Вера нашего сердца – это содержание дел Божьих, совершенных им в древних днях для нашего искупления, чтобы освободить наши тела от державы смерти, чтобы на ее месте воздвигнуть державу жизни. Именно такие дела, совершенные Богом в древних днях и запечатленные в нашем сердце, являются нашей надеждой, на которой зиждется наше упование на Бога. Таким образом, именно упование на Бога, выраженное в исповедании уст веры нашего сердца, является выражением нашего благоволения к Богу, что дает Богу основание обращать на нас свое благоволение. Следующее условие, чтобы обратить на себя благость Бога в избирательной любви Бога, это необходимо достойно принять и пережить допущенные Богом нашу жизнь определенного рода страдания, призванные дать нам возможность научиться уставам Бога. Ну, учитывая, что наше время уже истекло, я оставлю этот предмет, эту дисциплину на следующий раз. Она весьма важная, потому что многие из нас страдают и часто не понимают назначения этих страданий, удивляются, задают Богу вопрос, Господи, почему так случилось? И когда случается с кем-то из близких, мы пугаемся и говорим, за что? Мы знаем этого человека как доброго, неужели это и со мной может случиться? То мы должны знать, что такое страдание, почему Бог использует страдание для того, чтобы дать нам благость. И потом мы узнаем, что страдание, которое Бог допускает в нашу жизнь, на самом деле является благоволением Бога. Это будет благоволение Бога, которое Бог допускает в нашу жизнь в достоинстве страдания, потому что не всем дана привилегия страдать за Христа и ради Христа. А теперь мы склоним наши колени, кому невозможно, наши головы будем молиться, и все желающие освободиться от позора, греха, от зависимости греха, от зависимости ветхого человека, от зависимости своей души, освободиться от страха, болезни, от бедности, от всего то, что грядет на этот мир, потому что этот мир скоро будет еще в более худшем состоянии, чем он находится на сегодня. Я прошу вас, выйти сюда, где Господь даст вам новую надежду, облечет вас новыми силами, покажет вам свой мир, который никто не сможет нарушить, избавит вас от вашего греха, простит грехи ваши и бросит в бездну забдения. Аминь. Будем молиться, и да благословит нас Господь в этой молитве. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой, и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас. Он принесся на крыльях своих, чтобы избавить тебя от страха греха, от страха смерти. У Него есть достаточно сил, чтобы спасти тебя и довести тебя до своего царства. Несмотря на твои падения, несмотря на твои согрешения, несмотря на твой позор, Он способен бросить грехи твои за хребет свой и изгладить их из своей памяти. Он способен исцелить тебя и восстановить твои силы. Он способен облечь тебя в одежде оправдания, дать тебе перстень на руку и обувь на ноги и заколоть для тебя откормленного теленка. Глаза закрыты. Это элементальные комнаты. Ладони подняты к небесам. Знак того, что Господь желает, хочет и немедленно даст вам то, что вы просите. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к тебе с моей бедой, с моим грехом, с моим позором, с моей зависимостью, с моими страхами, с моей болезнью. Прошу тебя, прости меня, омой меня, очисть меня кровью твоего сына. Я раскрываю мое сердце. Я принимаю твое прощение. Я ненавижу грех. Я ненавижу ветхого человека с делами его. Да будет он низвержен из тела моего шума. И да будет на этом месте восстановлена держава правды, держава воскресения. Я верю в это обетование. Я принял его сердцем моим. Не отрекусь от него и буду держать его. Буду хранить его, как зеницу ока моего. И я верю, что в свое время ты явишь мне эту милость. И прямо сейчас, перед небом адом, я хочу исповедовать, что согласно твоего слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор, древних и холмов вечных. Да явит Господь славу свою и величие свое в теле твоем. Да исполнит Он это все для тебя и для потомства твоего. и весь народ да скажет Аминь. Благословен Господь в Своем Слове. Все, чего зависит Бог, Он зависит только от Своего Слова. И когда мы исповедуем веру нашего сердца, у Бога появляется основание исполнить свое Слово для нас. А теперь в заключении нашего поклонения пред Господом провозгласим неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Слава геоменды, во все веки, и власть геоменды,